Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Степан Григориан, политолог, эксперт из Армении. Здравствуйте, уважаемый господин Григориан. Здравствуйте, спасибо. Спасибо за возможность выступить перед вашей аудиторией. Спасибо вам большое. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я с недавних пор всерьёз занимаюсь проблематикой Южного Кавказа. Мне это очень интересно, несмотря на то, что я из Украины. И, конечно, мне важно, чтобы у меня, помимо экспертов из Азербайджана, были эксперты из Армении. Я стараюсь как раз привлекать, чтобы у паритета были разные точки зрения, потому что у меня упор не на пропаганду, у меня упор на объективное освещение происходящего. Ну что ж, господин Григориан, давайте с вами, поскольку это наш с вами первый эфир, вот давайте всё-таки определимся с вводными данными. Вот то, что произошло в октябре этого года, когда, ну в сентябре этого года точнее, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, докупировал Карабах, так, в понимании Азербайджана и международного права. Это стало благом для внутриполитического процесса Армении, либо злом? Да, спасибо. С важным вопросом вы начали, но я бы хотел сказать, действительно, тематика связана с Южным Кавказом, постсоветским пространством, она очень важна, потому что всюду присутствует агрессивный игрок в виде России, но я с чего хочу начать, я желаю победы украинскому народу. Спасибо. Уверен, что успех будет, но путь будет очень тяжёлый, мы должны это понять. Путь будет очень тяжёлый, потому что надо понять, что зло в лице путинского режима, режима это зло серьёзное, то есть это зло надо побеждать, побеждать общими мировыми усилиями. Теперь, что касается Южного Кавказа. Конечно, терминологию можно разную принимать, но это была классическая этническая чистка. Азербайджан вместе с русскими миротворцами изгнал армян из Нагорного Карабаха. Здесь тонкости есть, можно о тонкостях говорить. Конечно, президент Азербайджана, человек, который имеет большой международный опыт, он понимал, что это может привести к серьёзным последствиям для него. Не считаю, что он такой большим счастьем и радостью это делал. Но понимаю, что сейчас Армения слаба. Россия вместе с Азербайджаном, Россия сдала армянский народ и армян Нагорного Карабаха. Причём здесь, знаете, что очень интересно, в каждом народе есть регионы, которые имеют свои особенности. Вот для вас скажу, что такое Нагорный Карабах. Это маршал Бабаджанян, маршал Баграмян, маршал Худяков. То есть это плеяда маршалов, которые побеждали фашизм, потому что они горцы, горный народ, умеющий воевать и так далее. И они, знаете, у них всегда было такие настроения пророссийские, я скажу так. Пророссийские настроения. И вы представляете, как их наказал Путин за их пророссийскость, да? Их сдали Азербайджану. И эти бедные люди вынуждены были убежать. Это хороший урок для тех, которые, знаете, не сторонники суверенитета, начинают какие-то сказки в Армении рассказывать, роль России, большого друга и так далее, и так далее. Это опыт для всего международного сообщества, насколько ненадёжна Россия путинская как партнёр. Здесь сразу обращусь к одному документу, который аналогии просто кричат. Это известный Будапештский документ, да? Обязательство, которое Россия взяла перед Украиной за территорию. Целостность. Потом бросила, кинула. Это хороший опыт. Да, дорого обошлось армянскому народу. И армянам, живущим в Нагорном Карабахе. Они сейчас, ну как минимум, на время свою родину потеряли. Вынуждены были убежать от преследований. Но здесь я обязательно хочу ваше внимание обратить, что в этом процессе активно участвовали и российские миротворы. Господин Григориан, да, я прошу прощения, потому что у нас такой формат диалога. Вот сразу, чтобы мы определились с терминами. Вот вы, когда говорите об этнических чистках, которые были в этом году, вот вы можете привести конкретные примеры? Потому что вот в современном мире, в 21 веке, этнические чистки, их не утаишь. То есть должны быть видеосвидетельства, фотосвидетельства. Их должно быть очень много. Это даже не начало 90-х годов. То есть их должно быть очень много. Ну, я лично, скажу честно, я не видел эти видео, фотосвидетельства о этнических чистках. Но зато я слышу, как армянская страна постоянно педалирует этот вопрос. В чём они проявились, на ваш взгляд? Ведь карабахские армяне, они же могли не уезжать из Карабаха. Они могли остаться. И, в принципе, они всегда могут вернуться в свои дома. Вы знаете, доказательство очень простое. Сейчас-то идёт работа по сбору фактов. И несколько фактов, я скажу, которые доказаны. Но главное доказательство, что 150 тысяч населения вышло из Нагорного Карабаха. Из них где-то 35-40 тысяч ещё в войне 2020 года. Это Гадрут и Шуши, когда потеряли мы. А последняя, вот эта этническая чистка, это приблизительно 105 тысяч. Я задаю вопрос, как такое может быть, что все 105 тысяч, которые бы жили в Нагорном Карабахе, вдруг в течение трёх дней уезжают. От большого удовольствия человек свою родину не сдаёт, не теряется. Значит, были угрозы. То есть здесь даже большие доказательства, фото. Вы видели эти фото, когда десятками километров машины стояли разные, и легковые, и грузовые, когда приезжали Карабах? Господин Григориан, я вам скажу, что были огромные очереди, когда началась российская агрессия в Украине, и люди бежали прежде всего от страха. Это правда, люди бежали от страха. Я могу предположить, зная, что это такое, что люди, жители Карабаха, армяне, они просто бежали от страха, потому что они не знали, что их ждёт. Кроме того, безусловно, лидеры Карабаха им говорили бежать, бежать в Армению. Поэтому здесь, ну, то есть вы понимаете, страх и этническая чистка — это, как говорится, разные вещи. То есть вот, например, удары России по украинской территории, они документированы, конкретные жертвы, как в Буче, свидетельства российские преступления. Где свидетельства преступления азербайджанской страны, кроме колонны машин, уезжающих в Армению? Нет, ну, это смешно. Значит, по официальным данным расследования проводились, эти данные публикуются. В общей сложности больше 500 человек погибли в этом процессе. Побега окончательного из Нагорного Карабаха. Как минимум больше. Это цифра где-то 500 человек. Огромное число раненых. Вы знаете, это проявляется в том числе в том, когда целые большие семьи у карабахцев, у многих много детей. Большие семьи без дома, без ничего. Многим мы ехали в Горис, да, на юго-Армении. То есть это сразу видно. Да, если человек, я, конечно, очень извиняюсь, в шубе красиво приехал и говорит, я убежал, я тоже не поверю. Но когда, извините, без одежды, без трусов, семьи с пятью или шестью детьми, здесь доказательства какие могут быть. Но действительно, да, и атаки были, в том числе военные атаки были. И жертв где-то больше 500. Больше 500. Поэтому такие доказательства тоже есть. Просто знаете, что мы с вами привыкли? Мы с вами. И я тоже. У меня тоже такая вначале была реакция. Почему? Сразу все начали уезжать. Этому предшествовала, помните, 10-месячная блокада Лачинского коридора. Там голод был, электричества не было. Все вместе. Когда смотрите, ну, очевидно, что этническая чистка это... Потому что этническая чистка это не геноцид. То есть это не то, что вот взяли всех, вырезали. И вот мы с вами видим и говорим, почему вы вырезали. Этническая чистка, когда коренное население изгоняется со своих домов. И не обязательно, чтобы их по дороге убили. Все дома, у многих машины, имущество, все там осталось. Поэтому показателей много. Но было в том числе более 500 человек погибших. Поэтому я хочу сказать, да, это ближе к этнической чистке. Но юридически, если мы с вами о терминах говорим, сейчас идет большая работа. И армянские правозащитники, и, должен сказать, большая группа американских экспертов сейчас это проводит, чтобы международные суды представить эти факторы. Но еще раз повторяю, здесь и визуально это было видно. Но очень важный процесс, который был до вот этого последнего изгнания. Девять или десять месяцев, помните, шла блокада Лачинского коридора. Ни электричества не было, ни газа. Все время выключали и так далее азербайджанцы. Поэтому я хочу сказать, что когда комплекс смотришь, даже сомнений не возникает, что этническая чистка. Но второе, другое хочу сказать, что когда вы аналогию провели с Украиной, и я это понимаю, конечно, там миллионные потоки были. Миллионы, десятки миллионов. И очень часто нам говорят, да, это очень плохо, что сделала азербайджан и Россия вместе. Но вы посмотрите, вот там десятки миллионов, как бы вот этот поток миграционный. И это цифра меньше. Неважно, вы знаете, в понятие и этнической чистки, и геноцида числовые показатели не входят. Главное, суть происходящего. Господин Григориан, давайте вернемся к началу 90-х годов, к концу 80-х, начало 90-х годов, когда были взаимные этнические чистки армян-азербайджанцев. Это тоже правда. То есть были сунгаидские погромы армян, с одной стороны, и были, с другой стороны, погромы азербайджанцев в Ханкенде, в Адагаме, изгнание азербайджанцев с своих земель, когда Армения пользовалась слабостью Азербайджана. То есть были и погромы в Баку, были и погромы в Ереване определённые, то есть там в других местах, короче говоря. А вот были проявления этнических чисток. И тогда, собственно, мы видели, что такое этнические чистки. Были конкретные люди, конкретные жертвы, конкретные истории. Есть работа, написанная на эту тему. Вот сейчас, за последние 10 месяцев, есть ли у вас свидетельства конкретных людей, которые, например, выгнали из Карабаха, потому что они армяне? Ну, в Нагорном Карабахе, в той части, в которой стояли русские миротворцы, все были армяне. И никого их нету. Как такое может быть? Нет, ну вы понимаете, тут же есть отличие между выгнать, вот как выгоняли в начале 90-х, и уехать самому из страха. То есть тут есть, понимаете, семантическое такое отличие. Нет, ну можно, конечно, про этот терминологический спор ввести. Но я вам хочу сказать очень важную вещь, так как я был депутатом Верховного Совета Армении, то есть членом парламента Армении в 90-х годах, и я занимался вопросами беженцев. Действительно, беженцы из Азербайджана. Сейчас я не трогаю Нагорный Карабах. Беженцы из Азербайджана были в большом числе. Это сумгаидские события, бакинские погромы, кировобадские. Гянджа тогда назывался Кировобад. И действительно были большие перемещения азербайджанцев в территориях вокруг Нагорного Карабаха. Вот помните вот эти семь районов, которые сейчас опять контролируют Азербайджан. Это азербайджанская территория. Но беженцы из Армении не было такого понятия. Сейчас, да, Азербайджан очень тонко, дипломатически это использует. Говорят, а вот убежали из Армении азербайджанцы. Такого не было беженцев. И ни в ООН это не зафиксировано нигде. Такого не было. Многие азербайджанцы, ну вы понимаете, при таком напряженной ситуации, когда в Армении приехали 350-400 тысяч беженцев из Азербайджана, ясно здесь напряженное было. Многие азербайджанцы поменяли свои квартиры. Но действительно, вы правы, были беженцы-азербайджанцы из регионов вокруг Нагорного Карабаха. Здесь я с вами согласен. Но война, к сожалению, войны приводят вот к таким взаимным, очень негативным процессам. Поэтому и надо попытаться мир построить. Вот поэтому и надо попытаться мир построить. Господин Григориан, как бы закрывая историческую тему, тот же президент Гейдар Алиев, он в начале 2000-х, еще до нефтяного бума в Азербайджане, когда у Азербайджана появилась возможность перевооружиться за счет нефтяных средств, предлагал разные конфигурации мира Армении, при котором Карабах возвращался бы под контроль Баку, как суверенная территория Баку, но при этом мог бы рассчитывать на автономию, культурную автономию, ту автономию. То есть Алиев пытался договориться с Кочаряном. Вот не кажется ли вам, что тогда Армения упустила возможность, собственно, договориться с Баку на компромиссных условиях, либо условиях Еревана, сбросив себя вот этот груз, который давлел над Арменией груз Карабаха? Потому что Карабах в какой-то степени, простите, я понимаю, это из жизни людей и так далее, но с точки зрения самого вопроса, вот как мешок картошки, его взять нельзя и нести сложно. Была ли это ошибка тогдашней армянской власти, не сбросить с себя этот груз? Да, ну прекрасный вопрос. Вы знаете, у нас эта дискуссия и сейчас идет. То есть у нас есть политические силы, которые критикуют и бывшую власть, и Никола Пашиняна, что не пошли вовремя на уступки. Да, такая точка зрения есть, обсуждается. Моя точка зрения немножко отличается. Из моего опыта работы с азербайджанскими коллегами, экспертами, потом я в свое время и в Министерстве иностранных дел работал, тот опыт подсказывал, что мне кажется, что Азербайджан стремился к максимальному результату. То есть все равно они бы не пошли. Да, они говорили и сейчас. Сейчас Азербайджан тоже говорит, и мы к миру готовы. Но многие не знают, что Азербайджан каждый день новые предусловия ставит. Сейчас Азербайджан более силен, он новые предусловия ставит. Знаете, все мы говорим о мире, я тоже каждый день говорю о мире. Но у каждого свое понимание. Например, вот последние выступления официальных лиц Азербайджана, это сразу перейдем к сегодняшней ситуации. Казалось бы, вот мы уже приблизились к тому, чтобы подписать. Потом Азербайджан говорит, знаете, Армяне, там еще 4 деревни есть, которые с 90-х годов вы контролируете, выйдите оттуда. И все, мир будет. А не говорит о том, что 32 деревни сейчас армянские. Я, видите, не о Нагорном Карабахе говорю. 32 деревни, и, слава богу, наш премьер-министр озвучил эту цифру под азербайджанской оккупацией. Мысль моя в чем заключается? Все хотят мира, но то, что я вижу в азербайджанской политике, оно такое. Она очень интересная политика. Очень похожа на турецкую политику. Когда все время говорят о мире. Вы вспомните одну речь Эрдугана, не о мире. Даже когда Эрдуган, помните, критиковал Грецию, он только говорил о мире, а потом против греков какие-то шаги были. То есть, я хочу сказать, это очень интересная политика, когда только говорят о мире, а ставят предусловия такие, что... Я один пример только приведу в доказательство моих слов. Я уверен, что вы помните, что всегда Азербайджан говорил такую вещь. И Турция. Они говорили, мы откроем все границы. И армяно-турецкую, и азербайджанские дороги. Ну, хотя бы один регион вокруг Карабаха сдайте нам. Сегодня все семьи регионов под контролем Азербайджана, плюс весь Нагорный Карабах. Открыли дороги? Не открыли. То есть, политика сложная вещь. Страна, которая сильная. Все-таки российская армия очень сильная. Российская армия. Она с Азербайджаном. Турецкая армия – это сильная, это крупнейшая армия мира. То есть, фактически, три крупных игрока давят Армению по полной. Мы сами виноваты, что мы не смогли найти настоящих союзников, но они все против нас. Поэтому, вы знаете, нетрудно поверить, что Азербайджан так не пойдет на мир. Скажите, пожалуйста, вот сейчас президент Али выступил по поводу Зангизорской дороги, которую часто называют коридором. Но представители Армении это оскорбляют, потому что сильно напоминают там Данцикский коридор. То есть, попытку пробить через чужую территорию дорогу в Нахичеванскую область. Но ведь здесь же, когда мы говорим о Зангизурской области, точнее, Зангизурской области, Зангизурской дороги, здесь же, в принципе, Армения брала на себя обязательства по договору 2020 года о том, чтобы открыть коммуникации. И, с другой стороны, для Армении же выгодна диверсификация своих рисков. То есть, сейчас там стоят российские пограничники. В моем представлении, российские пограничники — это те же самые оккупационные войска, только, ну, кстати, они принадлежат ФСБ России, кстати. То есть, это, по сути, представители оккупационных войск, де-факто, другой страны. Почему бы не открыть Зангизурский коридор, в принципе, для Азербайджана? Соответственно, Азербайджан не будет строить альтернативную дорогу через Иран, не будет усиливать свою вот эту дорогу через Баку-Ларс, Баку-Тбилиси-Ларс. То есть, грубо говоря, все грузы будут идти через Армению. То есть, Армения становится таким важным транзитным хабом на пути движения и коммуникации грузов вот в этом регионе. Почему Армении на это не пойти? Ну, там главный момент очень важный. Грубо говоря, мы открываем дорогу. Я попрошу только прощения, ошибся, Баку-Ларс-Джейхан, конечно, да. Да, да, да. Здесь главная тонкость заключается в следующем. Эту дорогу кто будет контролировать? Ту часть, которая идет по Армении. Ясно, если дорога идет из Турции, в Нахичеван, эту часть они должны контролировать, мы тут ни при чем. Потом заходит в Армению, это называется Мегри. Мегри-Ти. Тор, это юг Армении. Ну, Азербайджан любит свои терминологии, вы знаете, свои термины употреблять. Это та часть, которая Армения, это 45 километров. Это Мегрийский коридор. Мегрийская дорога. Первым долгом железная дорога, которую надо восстановить. Идет по Мегрийски и заходит на территорию Азербайджана. Азербайджан, главное условие, которое ставят, они говорят, наши грузы не должны проверять. Наши люди не должны общаться, гражданские лица, когда будут ехать, кроме товаров, они не должны общаться с армянскими пограничниками и так далее. То есть спор, на самом деле, по сути, об этом. Потому что Армения говорит, мы открываем дороги, мы готовы. И, в общем, вы правы, это исходит и из наших интересов. Но Азербайджан говорит, нет, никто не должен проверять. И второе. Вот это новость. Это новость. Россия всегда требовала, чтобы российские ФСБ контролировали. Впервые, когда Азербайджан говорит, да, российские ФСБ должны там стоять. То есть здесь как бы сблизились позиции России и Азербайджана. Но это, конечно, экстерриториальная уступка. То есть, грубо говоря, тогда мы ничего с этого не получаем. То есть, если мы даем дорогу и ее не контролируем, ничего не получаем. Но здесь более широкая проблема, в которой я с вами согласен. И мы поднимаем вопрос перед нашим правительством. Уберите всех этих русских пограничников из аэропорта Звартноц. Уберите их с юга Армении. Да, здесь и такой контекст есть, я с вами полностью согласен. Но Азербайджан, еще раз повторяю, он как бы хочет максимально получить в этой благоприятной ситуации. Максимально. И второе, еще более важное. Вот этот документ 9 ноября 2020 года. Там 9-й это пункт, что Армения обязуется. Действительно, такой пункт есть. Но не обязуется отдать экстерриториально. А обязуется, чтобы открыть дорогу и обеспечить ее безопасность. Поэтому вокруг этого нюанса. Но самое главное другое. Вот этот документ, если читаете, все те пункты, которые касались армян Нагорного Карабаха и Армении, все нарушились. И начинский коридор был закрыт, он должен был быть открыт. Русские миротворцы это не обеспечили. И армян уже нету в Нагорном Карабахе. То есть их безопасность некого обеспечивать безопасность. Но от нас требует тот пункт, который исходит из интересов России и Азербайджана. Ну, в общем, это проблема. Но я согласен, что здесь надо договариваться, пытаться договариваться с Азербайджаном. А как вы считаете, договор с Азербайджаном, его финальные контуры мы увидим в наступившем году? Вы знаете, ситуация такая. Да, все понимают, что есть шанс что-то подписать. Есть шанс. Какие-то главные контуры, делимитация, домаркация. Сложный процесс. Но как бы договорились стороны, что главный принцип зафиксируют. Но всегда, вы знаете, черт таится в этих маленьких деталях. И есть опасность вспышки военной. Все равно она есть. Вы знаете, когда ты, казалось бы, близок к тому, чтобы что-то подписать, всегда включаются в игру какие-то интересы. Большие интересы сейчас сталкиваются, начиная от Ближнего к Востоку. Но я уже не говорю, украинская война. Это агрессия против Украины. Это против мировых правил игры. Это агрессия. Да, если вы посмотрите вот этот фон, который вокруг нас. Израиль-палестинский, этот большой военный процесс. Это Хамас террористический, так сказать, и так далее. Все это показывает, насколько все сложно. А вы знаете лучше меня. Это все влияет на любую ситуацию. И здесь могут быть, да. И здесь тоже может быть взрыв. Поэтому, когда говорят о мире, я говорю всегда, осторожно, давайте употреблять эти термины. Шанс есть, но может все обвалиться. Вот я вам скажу так. Из-за одного пункта, из-за несогласия в одном пункте, в одном моменте все может обвалиться. А вот, господин Григориан, вот я с вами общаюсь первый раз, но по опыту своего общения с разными политиками в разных странах я чувствовал, что у вас есть, ну не то чтобы обида на господина Пашиняна, а у вас есть господину Пашиняну. Это даже нельзя сказать отсутствие уважения. Нет, тут по-другому. То есть вы его считаете слабым. Вот я вот чувствую, вы это не сказали, но вот я чувствую, что вы считаете господина Пашиняна слабым и рассчитываете на то, что все-таки при другом руководителе Армении, то есть при изменении внутриполитической ситуации в Армении, выстроится другая конфигурация диалога из Баку. Да, вот я прав? Вы знаете, я скажу так. Конечно, в Армении была серьезная революция. Конечно, мы верили, мы верили. Более того, и сейчас помогаем правительству. Я не хочу от вас скрывать. Мы встречаемся, мы советы даем и так далее. Но я бы сказал так. Я не могу сказать, что Никол Пашиняна слабый. Но у него отсутствует опыт внешнеполитический. Вы знаете, это разные вещи. Он прекрасный политик внутренней политики. Он разбирается как бог в этом во всем и так далее. Но поразило меня, что во внешней политике, в дипломатии, как бы навыков у него практически очень мало. И да, я считаю, что, к сожалению, многое слабости наши на международной арене оттуда идут. Например, вот я простой пример вам приведу. Ну, как выйти из ситуации? Как выйти из ситуации, если мы живем в регионе, где есть Турция, Россия, Азербайджан. Они вместе против нас. Иран, вы знаете, очень специфическое видение мировое. У нас неплохие отношения, но очень специфическое у Ирана видение. И как в этом регионе жить? Ну, даже простому человеку, который ничем в жизни не занимался, ясно. Вектор европейский очень важен. Западный вектор очень важен. Тем более Грузия получила кандидатство. Молдова, Украина, членство начинаются переговоры. То есть, грубо говоря, вот есть целая линия, направление, которое совпадает с тем, что у нас демократия, свобода и так далее. Казалось бы, нет, сложное, что ли. Не могут сделать выбор. А это из-за отсутствия международных опыта. Господин Григориан, может быть, наоборот. Как раз Пашинян, он трезво оценит внешнюю политику. Он понимает, что Армения не может взять, собрать свои вещи, переехать, например, поближе к Европейскому Союзу. То есть, Пашинян понимает, что Армения живет в рамках той географии, которая живет. И, кстати, не только Армения. Вот Украина тоже живет в рамках той географии, которая живет. То есть, Россию, к сожалению, ластиком не сотрешь. То есть, вот нельзя взять, построить огромную-огромную стену по линии границы с Россией и сделать вид, что Россия не существует. То есть, это та задача, это та проблема. Это тот вызов, который перед Украиной будет сохраняться. То же самое касается Армении. Может быть, от того, что Пашинян понимает реалии своего региона, он старается маневрировать где-то неудачно, где-то более удачно. Вот эти самые маневренные действия вы рассматриваете как слабость. Но, может быть, это единственное возможное, что может уберечь Армению от разгрома. Вы знаете, я сказал бы так. Соглашаясь с этими аргументами, эти аргументы и в Армению приводят, я говорю так. Вы не смотрите на то, что сейчас происходит. Вы посмотрите на то, что хочет Россия. Россия не хочет, чтобы Армения существовала и была бы под Россией. Вот многие наивно подходят. Они думают, что Россия хочет, чтобы была бы Украина. Была бы Украина, но прорусская Украина. Нет. Сегодняшняя Россия путинская хочет уничтожить нашу независимость. Вот когда вы из этого исходите, ясно становится, что нужны решительные действия. Конечно, надо быть осторожным. Я абсолютно согласен. Но по Украине, что начало сопротивляться, делает правильно. И я не считаю, что неосторожно действовал Зеленский. Нет. Потому что Россия от тебя требует отказа от государственности, от суверенитета. Понимаете? То есть Россия не приходит, не говорит Армянам. Смотрите Армяне. Ребята, вы плохо себя ведете. Уберите прозападника Никола. Условно говорю. Приведите этих прорусских бывшие власти. Я с вами буду хорошо. Нет. Россия это не говорит. Он говорит, вы должны быть одним из регионов России. И это, говорится, почти открыто. Если вы посмотрите эти нападки на Армению, их официальных лиц, оскорбления в наш адрес, которые сейчас с широким фронтом идут. Вы кто такие? У вас какие альтернативы? То есть, если ты понимаешь, что стоит вопрос твоего суверенитета, никакого там одного вопроса. Загизурский коридор или какой-то дороги. Если ты понимаешь, что это потеря, то ты должен решительно действовать. К сожалению, вот этого понимания в более широком смысле. То есть, Никол Пашинян, он как бы находится в рамках тех стереотипов, которые созданы на постсоветском пространстве. Но все меняется. Вот вы очень хорошо упомянули далеко Европу. У нас в Армении очень любят говорить, на Кавказские горы не может спуститься вот эти военные корабли Англии и Франции. Могут. Оказалось, Евросоюз послал наблюдателей Евросоюза на границу Армении и Азербайджана. И этот результат очевиден. За один год всего лишь три, то ли четыре смертных случая в нашей армии. А когда их не было, в год было до двухсот тысяч перестрелок и убийств. Двухсот. Двухсот перестрелок и убийств. Мысль моя в чем заключается? Нет. Сейчас в современном мире все сократилось. И расстояние, и время. Поэтому Европа очень хорошо присутствует в нашем регионе, включая кандидатство в Европейском Союзе и Грузии. Так, господин Григориан, я просто, вот опять же, возвращаясь к Украине, то, что мне более знакомо, я вам скажу так. Вот я, например, всегда был убежденным сторонником вступления Украины, Европейский Союз и НАТО. Всегда был убежденным сторонником. И, в принципе, им остаюсь. Но за исключением одного «но». Да, вот все поменяло полномасштабная российская агрессия в Украину. Вы меня слышите, да? Да, да, да. Все поменяло полномасштабная российская агрессия в Украине. Я вам объясню, почему. Потому что, с одной стороны, в Украине постоянно говорят, вот вы доказали, что вы наши, что вы принадлежите к европейской семье. Я уже молчу о том, что Украина и без Европейского Союза является европейской страной, а украинцы являются европейцами. Но, допустим, если мы все одна семья, почему вы два года передаете Украине самолеты, два года вы, то есть год вы передавали танки, все вы это делаете капельно, дали возможность России окопаться, не даете Украине необходимое количество ПВО, чтобы закрыть украинские города от российских ракет, а все это камуфлируется под прекрасные разговоры про одну европейскую семью. То есть в чем состоит мысль, господин Григориан, что есть некая западная мечта, и западная мечта — это хорошо. Как любая мечта, она, безусловно, должна быть. Но есть некие реалии региона. Если мы понимаем, что у вас под боком Азербайджан и Турция, у нас под боком и Россия, значит, мы должны выстраивать ту политику, и вы, и мы, которые учитывают эти факторы, как и факторы того, что Запад в нужный момент, он не придет и не поможет. То есть Запад, он просто будет молча смотреть и высказывать какие-то такие обнадеживающие Украину либо Армению сентенции. То есть к чему я говорю? Необходимо выстраивать внешнюю политику и нам, и вам, учитывая все риски и все возможности, которые существуют в тех географиях, в которых мы живем? Ну, на это что можно ответить? Во-первых, надо работать с Западом, действительно требовать от них. Вы очень правильно сказали. Надо требовать от них. То есть говорить, знаете, что это... Когда вы приятные слова говорите, что Украина, демократия, мы с демократической Украиной. Но это материализоваться. Конечно, требовать надо, я согласен. И когда я говорю, что Евросоюз нам помогает, а американцы помогают, это не значит, что я доволен масштабом помощи Армении. Да, вы абсолютно правы. Должны от них требовать. Но я, насколько я понимаю, насколько я понимаю, нам не оставляют шанса вот к маневру. Вот, к сожалению, я эту тенденцию вижу. Шанс на маневр нам не оставляет. И первым долгом, конечно, Россия. Потому что сегодняшняя российская политика очень жестокая какая-то политика. Там каждый день пугают ядерной дубинкой. Это очень жестоко. То есть, если бы маневр шанс дали бы, я с вами согласен, можно было бы и подумать. Но как-то, по крайней мое мнение, такое, что нам шанса не дают. Но в одном с вами полностью согласен. Мы должны требовать в хорошем смысле требовать от Запада более конкретной, более четкой помощи. И именно силовой помощи. Не просто вот деньги послали там на генераторы, что тоже очень важно. Но именно силовой помощи. Я более того, я считаю, что ракеты дальнего действия надо давать Украине. Почему? Это будет сдерживающим фактором. Тогда не возникнет желания бомбить украинские города с установок, которые на Урале. Просто будет рискованно. Поэтому я хочу сказать, что да, надо требовать. Я с вами согласен. Требовать от европейцев, американцев более четкой поддержки, а не только дипломатической, что тоже важно, но мало. Господин Григориан, я вам очень благодарен за это наше первое интервью. Надеюсь, что и в будущем вы будете находить время для наших с вами диалогов. Для зрителей скажу, что с нами был политик, эксперт, политолог из Армении господин Степан Григориан. Спасибо большое, что вы, несмотря на воскресный день, нашли время. Это очень ценю. И до новых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за встречу.